Доброе утречко! Хотя, конечно, это видео, наверное, было бы хорошо снимать после заката солнца, потому что как раз хочется поговорить о каких-то страхах, суевериях, приметах, что нужно делать или что не нужно делать после того, как солнце зайдет. Наверное, в древние времена это было пугающее время, когда вокруг какие-то бродили дикие животные, и, может быть, казалось, что какая-то нечистая сила тоже поджидает вас в темноте, а может, она на самом деле поджидает. В общем, у нас страшилки такие после заката солнца, что называется. Что делать, что не делать? Насколько это может оказаться верно? Я просто несколько раз выносила мусор после заката солнца. Ну, вечером выносишь так, чтобы днем не бегать с этими какими-то большими мешками-авоськами, выносишь вечером, встречала свою соседку. Она мне каждый раз говорила, нельзя выносить мусор из дома после заката. Почему я ее спрашивала, она объяснить не могла. Поэтому я полезла в интернет, начала читать, что же это, сказать, бывает, если ты вынесешь мусор после заката. Оказывается, ты вынесешь одновременно с ним счастье и удачу из дома. Ну, вот верить или нет, решайте сами. Но, тем не менее, почему-то вот какие-то такие вещи, они очень живучи. И, мне кажется, ты уже даже сам не понимаешь, почему ты это делаешь. И, тем не менее, ты как-то соблюдаешь эти правила и стараешься, чтобы остальные тоже их учитывали. По-моему, там нельзя еще то ли сумку класть на стол или ключи сумку, тоже куда-то к отсутствию денег. Ну, в общем, полазила я по интернету, посмотрела, чем нас пугает после заката солнца и почему. И нашла такие всякие интересные моменты, которые частично, может быть, объяснимы, частично необъяснимы совсем. Ну, что, короче, нельзя делать вечером? Народные приметы. А конкретно после заката солнца. Во-первых, ночью не открывает дверь никому, особенно если там стук какой-то. Это якобы там уже стоит нечистая сила и ждет прямо-таки, ты открыла, и она на тебя набросилась. Ну, это можно как-то объяснить, наверное, раньше, действительно, когда люди жили не в больших там городах, скажем, а даже и в больших городах, а были какие-то и разбойники, и всякие разные. И если ночью постучали в дверь, то на самом деле там ничего хорошего, наверное, тебя за этой дверью не ждало. Поэтому это было как правило. К нему же приклеилось правило, что нельзя смотреть в зеркала ночью. Могут через зеркало прийти нечистые тоже какие-то страшные силы, и тебя, ну, если не утащить к себе, то, по крайней мере, войти через зеркало в твой дом и потом начинать там шуршать и что-то такое делать. Ну, не скажу, что я ночью, скажем, если встаю там попить воды или что-то такое, смотрю в зеркало. Ну, мимо-то я прохожу, все равно краешком глаза я там, наверное, что-то вижу. И, наверное, на самом деле ночью не особо хочется смотреть в зеркала. Какое-то такое субъективно непонятное ощущение, даже не опасности, а какой-то такой, а лучше не надо. Как лучше не сворачивать куда-то в темный переулок. Может быть, там ничего и нет, но вот такое легкое внутри предупреждение. Лучше не стоит. Может быть, потому что читала, что на самом деле зеркала это... Ну, мир за зеркали – это реально, вполне возможно, существующий какой-то, и что оттуда придет, если там таращится, то всякое может быть. Наверное, лучше не таращиться. Что-то тогда, возможно, может нанести вам вред. Считается, что нельзя считать деньги. Вот про денег немного. Нельзя считать вечером деньги, тогда они от тебя уйдут. Нельзя давать вечером в долг, нельзя даже, наверное, принимать деньги. В общем, с деньгами много, и тоже они любят дневной свет. Вот почему-то получается. Не любят они вечером ничего. Считается, что нельзя сушить белье. Ну, кто из нас сушит белье? Это, наверное, когда на улице мы вывешивали. Сушить якобы могут на вас навести сглаз или порчу через это белье. Ну, у нас есть и кто, и сушит на улице. Это редко бывает. Но кто-то до сих пор еще на веревочках перед домом сушит. На вечер они снимают, конечно. Не потому, наверное, что могут нанести сглаз и порчу, а просто потому, что украсть могут. Ну, во всяком случае, такое вот тоже забавное. Если перегорит лампочка какая-то в доме вечером, то надо ее менять только утром. Вечером этого не делать. Совершенно непонятная примета. Почему? С чем связано? Разве что ты куда-то не туда вкрутишь или получишь током по пальцам. Ну, у меня пару раз перегорало, и, конечно, я меняла. Что же, в темноте ходить со свечкой до следующего утра? Ничего страшного со мной не произошло. Считается, что не надо вечером смотреть на небо, ругаться. И вообще не надо вечером ругаться. Ругаться, спорить, выяснять отношения на повышенных тонах, говорить какие-то плохие слова, потому что это тоже привлечет к дому. Вот это, ну, назовем ее так, общее название, нечистую силу, какое-то негативное, какое-то влияние, которое будет потом и в дневное время на вас распространяться. То есть поссоритесь вечером, потом поссоритесь еще и утром, днем, и потом уже разведетесь окончательно. Как-то так. Нельзя стирать и шить. Ну, вообще практически получается, вечером ничего нельзя делать. Надо сидеть, смотреть сериалы. Стирать нельзя, потому что отнимется красота, а шить, потому что ты пришьешь проблемы какие-то. Никогда мне никто об этом не говорил, но я помню, что когда, если что-то на тебе рвалось, вот в детстве, там, ну, где-то там небольшая дырочка, там, на коленке или еще что-то на платье, и некогда было все это снимать, и надо было на тебе все это зашивать, мама всегда говорила, что надо взять, если сам на себя зашиваешь, взять нитку в рот, держать, пока ты это дело делаешь. Почему, не знаю. Вот такая интересная примета какая-то была. Даже что случится, если ты этого не сделаешь, тоже непонятно. Потом, когда я выросла и начала там изучать вот эти энергетическое поле человека, что, ну, можно подумать, что да, ты там протыкаешь свое поле этой иголкой, ну, как-то объяснить это дело надо. Ну, в общем, непонятно. Кстати, наверняка, если у вас есть бабушки, мамы, которые вот такие немножко суеверные, наверняка они вам тоже давали какие-то интересные советы по поводу чего делать, чего нет. Расскажите. Надо убирать ножи с кухонного стола. Ну, то есть не оставлять какие-то острые предметы. Якобы ты этим можешь напугать или рассердить домового. А домовой, конечно, может тебе устроить много всяких проблем. Ну, с этой же точки зрения, наверняка, наверное, не стоит оставлять и вообще грязную посуду в мойке, и еду какую-то там на столе, чтобы тоже какие-то сущности не приходили и не лакомились. Хотя, с другой стороны, если они будут у тебя лакомиться и кушать, может, они и будут к тебе по-доброму относиться. Одни мои знакомые так раскормили мышей, а еще одни тараканов. Таким образом, оставляя еду. Ой, вот это кваква, это не злые духи. Это у меня такой стоит звук на сообщение в телефоне. Деньги одалживать надо только днем. Все платежи в первой половине дня совершать будет прибыль. А если надо отдавать или взять после заката, то не брать из рук в руки, а класть на стол. Ну, так многие даже и днем делают. Вот кто-то, я заметила, если там бывает, что иногда на рынке где-то покупаешь, и ты пытаешься отдать из рук в руки, а они специально говорят, положите вот там на тарелочку, или что-то, вот не хотят из рук в руки. Ну, может быть, на самом деле в этом есть какая-то доля истины, что ты со своей энергией можешь что-то передать другому человеку. А если ты положил уже куда-то, то якобы это уже не так страшно. Еще из интересных таких, ну, наверное, не касающихся вечера, тем не менее, вот эта идея мне понравилась, как бы рассказывала подруга, которая жила на деревне, что если умирал человек, ну, как на деревне выставляли в какой-то из комнат вот этот стоял гроб, потом хоронили, и потом в этой комнате устраивали танцы. Вот это мне понятно, чтобы вот эта энергия печали, грусти, скорби, и чтобы она развеялась весельем людей. И тогда там все нормально. Поэтому мне кажется, что если где-то у вас есть какое-то помещение, в котором вам грустно, или вы чувствуете какой-то негатив, может быть, на самом деле стоит открыть окна, впустить туда солнечный свет и устроить там танцы. Вот такая у меня сегодня с вами интересная болталка. Рассказывайте. Очень люблю всякие такие вещи, которые необъяснимы, но которые до сих пор почему-то живы, и до сих пор многие их соблюдают. Это совсем необъяснимо. Всякие черные кошки, перебегающие дорогу, разбивающиеся зеркала. Этого я боюсь, кстати говоря. Черных кошек нет. И еще какие-то такие вещи. Расскажите, что у вас есть интересного, какие приметы, может, вам бабушка рассказывала, мама или еще что-нибудь, и что на самом деле у вас срабатывало в жизни. Потому что одно дело просто примета, а другое дело, когда она срабатывает. Всего хорошего. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok